Все внимание ластоногим! В 2008 году по инициативе Всемирного фонда защиты дикой природы и Совета по морским лекопитающим был учрежден День моржа. Праздник в честь крупнейших ластоногих животных, обитающих в северном полушарии нашей планеты, отмечают в ноябре не случайно. В последние дни осени моржи покидают арктическое побережье Чикотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Уже в третий раз жителей округа привлекли к защите ластоногих и организовали для них экологический праздник – День моржа. Этот полюбившийся жителям Ненецкого округа экологический праздник собрал более 70 гостей. Как отметили организаторы мероприятия, интерес ко Дню моржа с каждым годом растет. Мероприятие проводится с 2014 года. Третий раз проводится мероприятие. И участников год от года становится больше. Первый год мы видели 7 команд, в прошлом году мы видели 15 команд, в этом году уже 18. Все 18 семей сразились в конкурсе «Мой ребенок моржонок» среди тех, кто первым справился со всеми конкурсными заданиями – спортивными, интеллектуальными и творческими – команда «Заполярные моржи». Замечательное? Морозное? Какой конкурс особенно запомнился? Ну, наверное, самый первый, к которому мы готовились. Потому что этот конкурс – костюмы надо было придумать, моржонок. Это очень было сложно. Но, несмотря на сложности, команде «Заполярные моржи» удалось успешно пройти все моржовые испытания. Они увезли домой главный приз – поездку на зимние каникулы в древний город Пустозерск. Еще один большой подарок, который увезли с праздника, достался Центру природопользования и охраны окружающей среды. Ключи от новой техники вручили в торжественной обстановке. Я с большой радостью, с надеждой на то, что не будет никаких конфликтов, проблем в отношении между человеком и белым медведем, моему дорогому коллеге, вместе с печалью и вместе с этим набором. Техника будет работать на территории поселка Андерма. То есть, выезжать будем туда, и будет, ну, то есть, в тех районах, где у нас будут находиться именно очень проблемные территории. Такой подарок для работы на проблемных территориях Центру природопользования привезли сотрудники Всемирного фонда дикой природы. Сегодня мы передаем технику «Снегоход и квадроцикл», приобретенную на средства компании «Кока-Кола» в рамках поддержки работ в Ненинском автономном округе по работе с разрешением конфликтов с белым медведем и человеком. Представители Всемирного фонда дикой природы надеются, что эта техника поможет защитить не только человека, но и хозяина тундры. Именно Всемирный фонд дикой природы России три года назад выступил инициатором праздника – День моржа. Цель праздника – привлечь внимание к вопросам охраны уязвимых обитателей Арктики.